Шаббат шалом Шаббат шалом всем тем, кто пришел к нам первый раз. Вы на правильном месте и это хорошее время славить Бога. Если вы помните, то на прошлом служении мы с вами говорили о спасении. Помните, наверное, те, кто был, помнят. И библейская истина, она говорит, что спасение это путь, это процесс. Это не то, что происходит в одно мгновение, это процесс длиной жизни. Он начинается с момента нашего с вами духовного рождения, когда мы переживаем встречу с Ишуахом и Шехом, когда мы осознаем нашу греховность и мы каемся в наших грехах, призывая его в свое сердце. Но я не имею в виду молитву покаяния. Когда мы действительно переживаем встречу с Богом, Дух Божий наполняет нас. Его любовь начинает жить в нас. Смотрите, друзья, дальше он проходит на протяжении всей нашей жизни. Это путь освящения, который мы с вами идем. И заканчивается он тем, что все мы, верующие в Ишуа, Мессию, будем прославлены, как Он прославлен. Амэн. Вы со мной согласны? Я думаю, что вы запомнили. И если вы были внимательны, то я упоминал три причины, которые могут нам мешать совершать путь нашего спасения. Это, этими причинами являются запинающий грех, лень и неправильные убеждения. Сегодня я хочу говорить с вами о вопросе лени. Этот вопрос, как показывает практика, ну, конечно, он тоже связан с неправильными убеждениями, но почему-то присутствует. Вот по непонятным причинам он присутствует. Значит, значение слова лень вообще, если мы посмотрим, это отсутствие желания делать что-либо или работать. Ну, поэтому, чтобы быть более точным, сегодня мы будем говорить с вами об отсутствии желания что-либо делать. И будем говорить об этом для определенной цели. Чтобы эта цель, чтобы мы понимали нераздельность нашей веры и нашего труда. Потому что если мы уверовали в Вишуа Мессию, то мы должны понимать определенные вещи, что Бог ожидает от нас определенного труда. Конечно, трудятся люди и в миру тоже, но тут мы с вами посмотрим на это все с библейской позиции. Но давайте для этого вначале помолимся все-таки. Вы не против? Все верующие собрались. Если не против молиться, значит верующие. Аллилуйя. Отец Небесный, Святый, мы благодарим Тебя за то, что мы на этом месте. И мы благодарим Тебя, Руаха Коддаш, за то, что Ты ведешь нас по этому жизненному пути. Ты учишь нас, Ты наставляешь нас, Ты обличаешь нас. И Ты, Боже, формируешь в нас правильные понимания, Ты формируешь в нас правильные убежения. Отец, во имя Ишуа, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас действовал среди нас, чтобы Ты учил нас. И чтобы мы, Боже, были открыты к тому, чтобы что-то изменить внутри себя, Господь. Дай нам действительно чуткие сердца, чтобы слава имени Твоего через нас, она разносилась до края земли. Во имя Ишуа, Мессии. Амин. Давайте для начала мы с вами разберемся с причинами лени. И, пожалуй, одной из основных причин лени в жизни человека является несоответствие желания с производимыми нами действиями. Ну, чтобы было более понятно, я вам сейчас приведу пример, тогда станет понятно. Молодой человек хочет быть профессиональным музыкантом, но его родители почему-то не видят в этом смысла. Они хотят, чтобы он был хорошим строителем. Ну, естественно, имея определенные рычаги давления, молодой человек поступает в строительный институт, но все еще хочет быть музыкантом. Его жизнь, его мечты, связанные со сценой, с музыкой, он живет этим, но учится в строительном институте. Ну, как обычно бывает, начинает учиться он плохо. И тут родители начинают его рыгать, говорят, ну, дорогой, ну, почему ты ленивый такой, почему ты ничего не делаешь, мы дали тебе старт в жизнь, почему ты не строишь свое светлое будущее. Но, вы знаете, на самом деле, вот это вот состояние этого молодого человека, которого обвиняют в лени, есть объяснение. В его жизни есть желание быть музыкантом, и это не соответствует с тем, что он учится сейчас в строительном институте. Я скажу, что другими словами, лень – это отсутствие мотивации. Если мы не желаем что-то делать, вот мы не понимаем, зачем оно нам надо, то мы и делать этого не будем. Нам надо мотивация. Человек создан, что у нас должна быть внутренняя часть, которая движет нас и побуждает что-либо делать. Поэтому, когда мы с вами говорим о лени, нам необходимо понимать, что, по сути, причинами лени является отсутствие мотивации. В контексте веры, вот мы же верующие люди, в контексте веры мы с вами можем, ну, примерно так обозначить или такое, как иллюстрировать этот момент отсутствия мотивации следующим образом. Человек может быть нерожденный свыше, и он не понимает, зачем ему надо что-либо делать. Это понятно, если человек нерожденный свыше, он может приходить, ему нравится, может быть, как поют, ему может нравиться манера, харизматичность проповедника, к примеру. Ну, что-то ему нравится, ему нравятся добрые люди, которые его окружают, как бы, никто там ему не хамит, ничего, но он не видит смысла делать что-либо в общине или вообще где-то что-либо делать. Может быть, он не научен, что значит совершать путь своего спасения. И человек просто не понимает, что надо иметь процесс духовного формирования. Может быть, он научен неправильно. И что у человека есть убеждение, что, в принципе, мне для отношений с Богом достаточно прочитать молитву покаяния в начале моего жизненного пути, говорить, что я верю в Ешуаха Машеха, ну, и я могу, в принципе, и дома верить, могу ходить в разные церкви. Ну, мы все тело, как бы, ну, вот я хожу, там мне понравится, там мне нравится. И это есть неправильное, как бы, убеждение. Но я скажу вам, друзья, что в современном христианском обществе есть более глубокие корни, которые приводят к лени. Этими корнями является дуалистическое мышление, которое берет свое начало в греческом мировоззрении. Все-таки, как бы мы с вами не хотели, но греческий мир повлиял на христианство. Потому что, ну, историю мы знаем с вами. Изначально христианство, оно вышло с иудеи. Наш Господь Ишуа был евреем. Мы это с вами знаем. Потому что для кого-то, вот бывает, это новость для некоторых христиан. Мы же с вами это знаем. Так вот, все-таки греческое мировоззрение, оно повлияло. И сегодня мы видим, можем видеть, что в церквах или общинах есть такое понимание. Люди могут говорить, а если не говорят, то могут думать, что есть служителя, призванные Богом. Так вот, пусть они и служат, потому что это их призвание служить Богу. Скажем так, мы тоже будем служить. Но, если у нас будет настроение, если у нас будет, как бы, время, вообще, если мы это захотим делать. И я вам скажу, что греческое мировоззрение, что сделало? Оно принесло разделение, вот, в общину на духовенство и мирян. Там история церкви об этом говорит. Потом это все так ярко обозначилось. Но, как мы знаем, опять-таки, хотя реформация, она в перспективе, она обозначила священство всех верующих, мы с вами же являемся все царями и священниками Бога. Аминь? Вы в это верите? Что все мы священство царственное. Да? Аминь? Или я один так верю? Аминь, да. Слава Богу. Но я хочу сказать, что вот это вот греческое мышление, оно не перестало влиять на наши умы. Сегодня декламируется священство всех верующих, но это священство почему-то все-таки разделяется на служителей. И скажите спасибо, что я прихожу. Вот, ну, примерно так. В чем же проблема такого мировоззрения? Проблема такого мировоззрения в том, что греки считали, что вообще труд – это не благословение. Они понимали благословение, видели благословение только в духовной части. В их мышлении жизнь и труд – это плохо, и смерть – это то, а смерть – это хорошо, потому что смерть, она освобождает человека от этого тела, которое мешает как раз в духовной сфере. Я вам скажу, что Платон, например, утверждал, что наша жизнь в теле мешает душе постижению истины. Как красиво, да, душе постижение истины. Они считали также, что для человека гораздо достойнее уподобиться богам и отказаться, ну, такой рутинной жизни труда и посвятить себя созерцанию и все. Но при этом они также понимали созерцание созерцанием, но кушать же хочется всегда и работать надо, поэтому они решили найти выход с этого вопроса так. Они разделили труд на определенные уровни. Люди, работающие своими руками – это амгарец, это низкий уровень, народ земли – это низкий уровень. А люди умственного труда – вот это вот как бы элита общества определенная. Таким образом, боги в их понимании, они рождают одних людей для того, чтобы они трудились своими руками, а одних людей они рождают как бы для высоких целей. Ну, при этом наделяя их талантами всевозможными и так далее. Но такое мировоззрение, оно заложило неправильное понимание к труду вообще. И я скажу вам, что, конечно же, мы с вами не думаем таким образом, что если я, допустим, тружусь своими руками или что-то делаю, что мы низший уровень. Мы как бы люди здравые и все прекрасно понимаем. Но отголоски разделения в нашем сознании остались. И теперь мы можем видеть, что люди, которые в своей жизни, допустим, не находятся в полном, ну, в полновременном служении или служении вообще, там, может быть, они не являются лидерами служения, что такие люди понимают, что, по сути, вы призваны к определенному служению, действию. И вы должны заниматься служением, вы должны заниматься евангелизацией, ну, и, скажем так, духовно развиваться и расти. И, а наша часть, конечно, они, ну, все понимают, что надо что-то делать, надо, там, читать Писание, то-то, то-то, но наша часть, она в этом меньше. Вот, есть люди, ваша часть, выслужителя, ваша часть в этом большая, а наша часть в этом маленькая, ну, поменьше немножко. Библейский же взгляд на труд, он основан на другом мышлении. Как я вам сказал, это иудео-христианское мировоззрение, и оно как раз не разделяет работу на уровни. Нет никакого дуализма, не присутствует в этом мировоззрении. Все христиане, чем бы они ни занимались, что бы они ни делали, все призваны к священническому труду служения Богу. Амин. Слава Богу. Аллилуйя. Только каждый человек на своем месте и сообразно своего дара, который Бог вложил в него. И все мы с вами, кем бы мы ни были, рэбэ, помощник рэбэ, служитель домашней группы, бизнесмены, таксисты, уборщики, все мы, как написано в 1 Петра 2.9, являемся царственным священством. Амин. Только у каждого из нас свой дар, и у каждого из нас своя ответственность в теле Мессии. Но все мы с вами призваны, все полностью. Те, кто действительно возродились от Духа Божьего, мы все призваны к тому, чтобы созидать Царство Божие. Амин. Теперь давайте, друзья, посмотрим, к чему же приводит лень. Мы должны понимать, но к чему она приводит. Ну, во-первых, лень приводит к проблемам в жизни. Прочитаю вам притчи 6 глава 9-11 стих. «Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Все очень просто, да, все понятно. Лень приводит человека к проблемам в жизни. И если человек ленивый рассчитывает на успех в жизни, ну, это глупо как бы. Ну, это будет всего лишь мечтание, фантазия и так далее. Причем для нас, верующих людей, важно понимать, что это касается всей нашей жизни целиком. Мы же не разделяем с вами. У нас правильное мировоззрение. Поэтому ленина касается всей жизни нашей. Если мы будем, например, успешными бизнесменами или хорошими специалистами в нашей работе, но при этом не будем совершать путь нашего спасения, то все наше хорошее когда закончится? Оно закончится после нашей смерти. Вот тут, может быть, этот период будет все хорошо, а вот после нашей смерти будет уже не совсем хорошо. Я думаю, что все мы с вами помним притчу о десяти девах, да, в Евангелии от Матвея, 25 главе, как бы, и очень не хотелось бы услышать в конце слова, да, «Уйди, я не знаю тебя». Смотрите, другая сторона медали. Если мы будем думать только лишь о духовном, то и перестанем трудиться вообще, ну, как бы, займемся созерцанием и перестанем что-либо делать, то все хорошее закончится когда? Оно закончится при жизни. Еще при жизни, потому что, ну, можно будет превратиться в человека без определенного места жительства. В общем, ну, и в конечном этапе это все приведет и к духовным проблемам, потому что в этом есть тоже дуализм, он, когда мы берем крайность одну из сторон, он приводит к проблемам. Неправильное мировоззрение, неправильные убеждения, они приводят человека к проблемам. И это опять отголоски греческого мировоззрения влияют на умы христиан. Почему-то люди вот в церквях, в общинах, они могут и часто разделяют жизнь на духовную и обычную. Есть такое немножко. Вот есть духовная жизнь и есть жизнь обычная. И потом получается, что избирается одна часть, вторая остается, ну, в пренебрежении, или просто, может быть, на вторую банально не хватает времени. Ну, в наше время скоростей, когда время течет очень быстро, это более часто. Обычно вот, ну, хочется почитать Библию, но времени нету, потому что надо этому телу и поспать немножко, да. Ну, переложу я это на завтра. Смотрите, друзья, из этого неправильного выбора вытекает вторая проблема лени. Есть у лени еще вторая сторона. Лень приводит к проблемам в теле Мессии. Ведь мы с вами общаемся, говорим о лени, как будучи верующими людьми. И наша жизнь, она неразрывно связана с телом Мессии. Так вот, вторая часть лени, она приводит к проблемам в теле Мессии. Смотря в Писание, мы можем видеть, как Рав Шауль, апостол Павел, он уделяет особое внимание этому вопросу. Он регулирует этот вопрос на уровне общины в Фессалониках. Он показывает целая глава послания одного к Фессалоникийцам, она регулирует этот вопрос. Я не буду вам читать всю главу, но несколько стихов прочитаю. Второй Фессалоникийцам, первый и второй стих. «И так молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Что это такое? В церкви есть беспорядочные и лукавые люди. Как же такое может быть? Ведь тут все святые. Но мы видим, что апостол Павел, он делает серьезное заявление. Действительно, заявление очень серьезное, неправда. И далее я прочитаю с 6 по 12 стих. «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Ишуа Мессии удаляться от всякого брата поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночи и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что не имели мы власти, но чтобы из себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых и увещеваем, и убеждаем Господа нашим Ишуа Машехам, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. И Павел говорит о том, что человек, он должен трудиться. Причем в его словах мы не видим разделения на духовный труд и обычный труд. Он говорит о труде вообще. Тут я, конечно, хочу немножечко все-таки от темы отойти, потому что данный текст все-таки требует небольшого пояснения. У нас есть люди образованные, поэтому это надо обязательно сказать. Возможно, кто-то подумал, что Павел, делая палатки, как мы с вами знаем, своим примером показал, как должно быть. Ну и в принципе он об этом говорит в тексте. И, возможно, возникнет вопрос, почему же в наше время есть люди, которые находятся в полновременном служении. Павел же говорит, что я работал, а вот сейчас так. А он говорит, предание такое, я вам показал, что надо делать. Но, чтобы правильно понимать слова Павла, надо смотреть на всю концепцию Писания целиком. И не только это, а еще надо учитывать контекст, вообще исторический контекст того, в каких обстоятельствах он писал. Смотрите, Танах и два послания Павла, помимо этого, он регулирует вопрос, ну, не он, скажем так, уже все Писание регулирует вопрос, что служителя могут не работать. В принципе, если мы посмотрим Ветхий Завет, то священники и левиты жили за счет чего? За счет десятин народа. Мы с вами знаем, ответственность была. Апостол Павел в послании к Коринфянам, и в, я не помню, в одном из посланий к Тимофею, он говорил, два раза цитирует Танах и говорит, не закраждай рта у вала молотящего. Два раза он поднимает этот вопрос. И говорит о том, что это возможно. И если мы посмотрим исторический контекст, то кто был Павел? Он был апостол, он занимался миссионерской деятельностью, он приезжал в города. Где происходило собрание вначале? В синагогах. Он шел в синагоги, было здание, потом образовывались церкви, церкви были какие? Домашние. Не было количества людей, не было зданий, которые нуждались в том, чтобы за ними смотреть. Скажем так, по этим причинам люди, как правило, работали. Если мы посмотрим, кстати, на миссионеров современного мира, то большая масса миссионеров, которые едут служить в другие города, они там также трудятся. Потому что в начале, вот миссионерская деятельность в труде, это поле для созидания, для начала общины. Потому что община начинается, миссионер не привозит с собой пол своей церкви, построили здание, и все, начинаем служение. Нет, миссионер приезжает, начинает на личностном уровне достигать людей, и таким образом созидается община. И я думаю, что мы понимаем теперь, что имел в виду Павел, понимаем контекст его служения. История церкви показывает, что потом, когда уже были у церкви здания, собрания, были люди, которые были на полном содержании у церкви. Поэтому это нормально. Но, возвращаясь к проблеме лени в церкви, мы видим, что Рав Шауль настолько серьезно относится к вопросу лени, в принципе, что в 14 стихе он говорит о том, что если человек не хочет трудиться, то его надо брать на замечание. Процитирую. Если же кто не слушает Слово наше во всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайтесь, чтобы устудить его. При этом он не разделяет духовное и обычное. В нашем сознании это фиксируем. Окей? Для нас, друзья, с вами это важно. Это очень важно понимать и понимать серьезность этого заявления. Потому что предание, о котором говорит Рав Шауль, и его образ жизни, он как раз и показывал правильное отношение к труду. Вообще. И правильное отношение к труду и служению как одному целому. Потому что, опять-таки, мы не должны разделять труд и служение. Его отношение к вопросу лени в общине было однозначно определенно строгим. Он говорит, тот, кто ведет себя бесчинно, того что? На замечание. Серьезное заявление. Теперь давайте мы с вами рассмотрим Божий замысел в отношении труда в целом, вообще. И для этого нам с вами надо вернуться в начало. Ну да, все начинается с начала, и нам надо с вами вернуться в начало. Вернемся с вами в книгу Береши. И тут с первых стихов мы знакомимся с кем? Мы знакомимся с Богом. С Богом, который работал. Вы согласны, что Бог работал, когда творил, или нет? Он работал. Представленный из первых страниц рассказа о сотворении мира, он кардинальным образом меняется вообще от Космогонии, но это истории сотворения мира в других религиях. Вот приведу вам пример. Например, вот вавилонский рассказ о сотворении мира, Энума Элиш, называется он. И там представлена история о том, что Бог по имени Мордук, Он победил богиню по имени Теамид, и затем из частей ее тела сделал этот мир. И, как правило, религии, многие религии, они сотворение мира рисуют как раз как результат конфликта богов. Есть еще, конечно, религии, которые рисуют сотворение как результат интимных отношений богов. Такое тоже есть. Наш же Бог представлен в книге бытия как творец. Наш Бог, и мы знаем, что наш Бог, Он творец. Причем слово, которое очень часто используется в первых главах книги бытия сотворил, там есть два вида слова. Первое слово бара, там вообще есть три, но я скажу о двух, там бара, сотворил из ничего, и аса. И аса значит делать, производить, работать. Это говорит о том, что Бог, когда творил, Он работал, Он делал. И что это показывает? Что сам Бог, Он работал. Мы с вами знаем также, что Ишуа Машех во время своего земного служения, кем он был вообще? Он был плотником. Он работал до того, как он вступил в последний путь, в последний этап своего земного служения. Он был плотником. Причем нам важно понимать, что Божий труд, он не закончился в момент сотворения мира, к примеру, и после того, как Ишуа умер на кресте Голгов. Вот Бог воскрес, все, Божий труд закончился. Нет, Божий труд, он продолжается сейчас в нас, Бог трудится, и Он трудится, и Он хочет трудиться через нас. Вот так это происходит. В Псалме 126, первом стихе написано, если Господь не созижит дома, то есть, если Господь не строит дома, напрасно трудятся строящие его. А это показывает, что Господь, Он строит вместе с нами. Амин? Он с нами делает все дела. и наша часть, как детей Божьих, что мы хотим? Вот, я хочу быть, делать все с Богом, чтобы Бог был со мной. Почему? Потому что я понимаю, что когда Бог за меня, то я все смогу. Потому что моих сил не всегда хватает, чтобы делать служение. Посмотрите, многие люди работают, еще идти куда-то служить, где взять силы? Но Бог вдохновляет и помогает, потому что Он трудится вместе с тобой. Далее книга Бытие показывает, что Бог помещает людей в Эдемском саду. Для чего? Я вам прочитаю 2 главу 15 стих. Берешит. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. И тут в оригинале опять используется одно очень интересное слово Аббат возделывать. И значение этого слова очень интересно и оно раскрывает вообще Божий замысел для жизни человека в труде. Его значение работать, возделывать, служить, быть рабом. Интересно, не правда ли? Работать, служить. Часть одного слова. Это показывает, что Бог, сотворивший нас по образу и подобию своему, сам работал и хочет, чтобы мы с вами также трудились. Это было изначально в его замысле. Причем изначальный Божий замысел он не разделял работу и служение. не было разделения на работу и служение. Это была одна часть. Это было составляющей жизни человека и составляющим его отношений с Творцом. Эту же концепцию, друзья, мы с вами уже рассмотрели. Раф Шауль, он тоже не разделял работу и служение. Это одно целое. Говоря о Божьем замысле в отношении человеческого труда, хочу обратить ваше внимание еще на один аспект. Этим аспектом является Шаббат. Прочитаю вам исход 20 главу 9-11 стих. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай вонный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. И когда-то у нас был очень интересный комментарий Торы, и если я не ошибаюсь, комментировал Виктор и озвучил одну такую очень интересную идею. Эта идея заключается в том, что для того, чтобы войти в шаббат, для того, чтобы успокоиться от своих дел, надо шесть дней проработать. если человек шесть дней не будет трудиться, то он не сможет войти в покой, для него это будет чуждое понятие. Успокоиться, чтобы успокоиться, надо потрудиться. И это взаимосвязано, друзья. И действительно это так. Но иногда люди считают, что работа, опять же, отголоски греческого мороза, работа это проклятие грехопадения. У нас почему-то связывают это. Работа это проклятие грехопадения. В поте лица будешь добывать свой хлеб. И вот мы в поте лица нам так тяжело все вот это вот делаем. Но я скажу вам, друзья, что действительно хлеб мы добываем по Писанию в поте лица. Но работа сама это не проклятие. Ни в коем случае. И смотрите, мысли, что работа проклятия это ну вот такое вот греческое мышление, оно как раз и является причиной рождения ленности. Как бы иногда бывают моменты это крайность. Но есть еще присутствует другая крайность, другая сторона крайности. Это крайность выражается в том, что мы думаем, что работа это является смысл жизни. Одна крайность, что это греховно плохо, другая работа это смысл моей жизни. Если работа является смыслом нашей жизни, то это по сути идол. Работа является нашим идолом. И если мы с вами не дуалисты и понимаем, что работа и служение неразделимы, то сейчас я сделаю одно заявление, которое вы нечасто услышите от пастырей в общинах или церквях. Смыслом жизни не может быть и служение, потому что если вашим смыслом жизни является служение Богу, то ваше служение является вашим идолом. Друзья, я скажу, что для нас людей, рожденных свыше, от Божьего Духа смыслом нашей жизни должны быть наши отношения с Богом. Друзья, потому что именно для того, чтобы приблизить нас к себе, Ишуа Хамашиах, Он оставил славу небес и взошел на грез Голгофы, чтобы мы могли мы с вами называться Божьими детьми и иметь близкие отношения с нашим небесным Отцом. Наше с вами служение это выражение наших отношений с Богом. Это выражает нашу любовь к Богу. Это выражает нашу с Ним близость. Я служу Богу, потому что я понимаю, какой мой Бог и что Он сделал для меня. Потому что я люблю Его, и я выражаю свою любовь таким образом, как вы выражаете любовь к своим детям. Мы друг другу даже мы хотим сделать приятное. Вот я знаю, например, что моя ну к примеру мой сын любит Лего. Я люблю ему покупать маленькие Лего, делать сюрпризы, потому что Он это любит. Наш Бог любит, чтобы мы служили Ему. Он любит, чтобы мы работали и не разделяли работу на служение. Чтобы мы делали и то, и другое, потому что это Его замысел для нас. И поэтому я делаю это, потому что я люблю Бога. Друзья, если мы имеем отношение с Богом и понимаем, что труд и служение неразделимы, то мы должны понимать, нам надо понять, как это работает в реальности. Я прочитаю я прочитаю Ефесянам 4 глава 16 стих. Всем нам известны стихи. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Прекраснейший текст, да, мы его хорошо знаем, который показывает основную цель служения в общине. Это созидание тела Мессии. Но почему-то, когда его читают пятигранное служение, апостолы и евангелисты это, вот, ребята, созидайте тело Мессии. Но текст тут написан, друзья, совсем немножко о другом. И написано, что все люди, мы с вами, мы призваны приходя в общину созидать ее своим трудом. Они нас все вот эти пять категорий, они нас учат, совершают нас для чего? Чтобы мы с вами шли на дело нашего служения. И это для нас всех созидание тела Мессии, для всех, для каждого. В нашей культуре это труд. Там говорится о труде. В нашей культуре этот труд называется служением. Созидание тела Мессии называется служением. Но почему-то люди могут думать, что созидать должны, как я сказал, только вот эти пять категорий. Я прочитаю вам другой текст. Апостол Павел в посланиях римлянов показывает вообще, как это работает. Вот то, что мы прочитали в Ефесянах и созидание тела Мессии, как оно работает. Римлянам возьмая глава 4-8 стих. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело в Мессии, а порость один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествую по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учите ли в учении? Увещевайте ли? Увещевай. Раздавайте ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальство с усердием. Благотворите ли? Благотвори с радушием. Поэтому всем нам детям Божьим важно понимать, что одно из вторых нашего служения является созидание тела Мессии. В нашем с вами контексте, в нашем личном контексте это созидание общины Орхамашиэх. Мы призваны, вот Бог нас поместил в эту общину, чтобы созидать эту общину. Таким образом мы созидаем тело Мессии. И Бог дал нам каждому, Он дал нам способность, Он дал нам дарование, чтобы мы могли и хотели это делать. причем здесь мы можем, мы имеем возможность делать любой труд, любое служение, которое будет работать на созидание общины. Это может быть пастырство, это может быть служение, но я скажу вам, что это может быть и расставление стульев перед собранием. Потому что если бы этого не было, не было тех людей, которые не расставили стулья, которые не пришли пораньше, то я бы сейчас наверное не проповедовал здесь, потому что пришлось бы расставлять все это время, все затянулось бы надолго, но каждый делает свою часть. Каждый по мере сил, которые ему дает Бог, он может прилагать и влаживать свою часть для созидания тела Мессии. Тело так и работает. Друзья, другая сторона нашего служения Богу это служение этому миру. Если первую, мы сказали, первая сторона это созидание тела Мессии, то вторая сторона это служение, вторая сторона служения, это служение этому миру. Я прочитаю вам первое Фессалоникийцам 4 глава 10-12 стих. Умоляю же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Друзья, будучи Божьими детьми, мы должны понимать, что наша часть, наше старание, которое мы должны с вами приложить, это то, чтобы быть светом этому миру, чтобы вся наша жизнь, наш труд, наше служение, оно было примером для людей этого мира, друзья. Внешние люди, кто такие внешние, это те, которые вне тела Мессии и повседневная наша жизнь, повседневный образ нашей жизни, наше благочестивое житье и наш труд, наше священодействие, вот чего ожидает от нас Бог в этом мире. В первом Петра мы об этом читаем 2.9 «Но вы труд избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из мы в чудный свой свет». И наше избрание имеет не только вектор наших отношений с Богом, наше избрание, оно имеет вектор отношений нас с окружающими нас, с людьми. Это наша часть. Мы, имея отношение с Богом, мы общаемся с людьми в этом мире, мы вращаемся в теле Мессии, и мы общаемся с людьми в мире своим образом жизни, своими устами, проповедуя Евангелие Царства. И если мы посмотрим, само понятие церкви, экклесия, подразумевает собрание кого? Собрание созванных Богом, но созванных для чего? Чтобы не только со страхом и трепетом совершать свое спасение, но чтобы служить этому миру, возвещая благую весть, чтобы возвещать этому миру Евангелие Царства и Шоа Мессии. Давайте теперь мы посмотрим, друзья, вот на нас с вами, сколько из нас в полном служении человек. Я скажу, что у нас в общине 7, ну, так, я на скидку скинул 7 человек. 7 человек, и то все работают в МЖБА, по сути. Если посчитать в количественном отношении, это всего лишь 3%. 8%. Основная масса людей работает в миру, вот, ну, работает на повседневных работах, и в этом то, что мы видим, что в общинах всего лишь, ну, маленький процент в полном служении, это, в этом и есть Божий замысел, потому что Бог не сказал нам всем выйти из мира, Он сказал, остаетесь в мире, и Он молил Отца, чтобы Бог сохранил вас в мире, потому что мы призваны в этом миру являть свет Ишуа Мессии на тех местах, где Бог нас поставил. Друзья, Он дает нам проводить большую часть нам именно в мире, и наш повседневный труд будет, ну, по сути, являться это нашим призванием. Вот многих людей, как мы посмотрели, 97%, это наше призвание, потому что если мы не разделяем, мы не разделяем труд и служение, то когда мы трудимся на наших работах, это мы служим людям этому миру, это одна из частей, потому что мы призваны служить людям этому миру, но есть вторая часть, это служить, созидать тело Мессии в общине, и это правильное понимание и правильный подход жизни и труда как такового. Мы не можем разделять жизнь на работу и служение, наша жизнь это труд, труд состоит и из работы и служения. Я попрошу музыкантов выйти на сцену, я уже буду заканчивать и скажу вам, что наш повседневный с вами труд, друзья, будет нашим призванием лишь в том случае, если мы будем понимать его как назначение от Бога ради служения другим людям. Если мы будем понимать вообще великое поручение, которое Бог дал нам, какое его великое поручение распространять Евангелие Царства. Я хочу подвести с вами итог небольшой. Все люди изначально сотворены по образу и подобию Божьему, да, амэн, и все люди призваны трудиться, как это делал Бог. Грехопадение, оно, к сожалению, исказило Божий замысел, но наш Господь Ишуах Амашех дает возможность каждому человеку возвратиться для того, чтобы жить сообразно этого Божьего замысла, который был в начале. И мы с вами уже находимся в этом состоянии, да, друзья? Здесь рожденные свышехристиане, и мы знаем это, Дух Божий свидетельствует внутри нас, что мы дети Божьей. Мы призваны Богом и должны иметь понимание, что труд подразумевает работу и служение одновременно. Я хочу еще раз обратить на это ваше внимание. Мы не имеем права разделять нашу жизнь на работу и служение. Это одно целое, и это Божий замысел. наше призвание, оно состоит из созидания тела Ишуа Мессии в общине и служения этому миру, когда мы находимся на наших работах. И тут, если ты в полном служении, ты не можешь пренебрегать служением этому миру. Если ты работаешь в миру, то ты не имеешь права пренебрегать служением в общине, друзья. И я хочу сказать, что будучи сам в полном служении, я всегда вдохновляюсь от того, когда вижу людей, здесь множество, я не буду перечислять, но много людей, которые после работы они идут на молитвы, они идут в домашние группы, они идут после работы евангелизировать на улице, здесь множество таких, но должны быть таковыми все, каждый понимать, что призвание Бога для каждого человека это труд, труд, который является работой и служением, которые неразделимы, мы не можем одну часть отбрасывать, мы не имеем права, если мы родились от Духа Божьего, если Он живет в нас, мы не можем этого делать, друзья. И я хочу сказать, что когда я готовил эту проповедь, то моим желанием было то, чтобы среди нас все трудились, я хотел, чтобы среди нас не было ленивцев, не должно быть среди нас ленивцев, все, каждый призван, каждый призван, и каждый должен делать свой труд, друзья. Вначале я говорил, что лень, это отсутствие мотивации, у нас с вами есть мотивация, у тех, кто рождены от Бога есть мотивация, наша мотивация это любовь Божия, которая поселилась с Духом Святым в наших сердцах, наша мотивация это надежда жизни вечной с Богом на небесах, друзья, наша мотивация это великое поручение, которое Иешуа Хамашиах оставил нам, как детям Божьим, и если мы понимаем, что мы дети Божьи, то что должны делать дети Божьи? Дети Божьи должны быть послушны своему Отцу, должны быть послушны своему Отцу. И я выбираю быть послушным своего Отцу, потому что я люблю своего Отца, не потому что я боюсь наказания, что Он меня накажет, но потому что я люблю и хочу исполнить Его волю в своей жизни, а Его воля, чтобы мы трудились, чтобы между нами не было ленивцев, чтобы мы трудились на работах, в общине, созидали тело и служили этому миру. Это его часть. И я уверен, друзья, я имею твердую уверенность, что мы все с вами, один народ, как один человек, призваны и имеем все, чтобы трудиться для созидания Божьего Царства. Каждый по своим способностям. И каждый сообразно даром, который Бог вложил в вас. Давайте мы встанем на наши ноги. И я хочу призвать сегодня всех к нас в молитве. Давайте мы закроем наши глаза и мы подумаем. Есть ли в моем сердце, в моем мышлении вот это разделение духовного и недуховного, чтобы мы могли заглянуть в свое сердце и понять, а действительно ли я созидаю общину, а действительно ли я служу этому миру. Давайте мы закроем наши глаза и поговорим сегодня с Богом. Вы знаете, мы можем сокрыться друг от друга, от него мы сокрыться не можем. И сегодня Бог, Он хочет, чтобы каждый человек на этом месте, Он принял решение и сказал, я отрекаюсь от всякого двойственного мышления. Я принимаю Божью волю для труда, для меня. И я принимаю эту часть, создание тела Мессии и служение этому миру. Я предлагаю во время поклонения нам каждому иметь этот диалог с Богом. Аллилуйя! Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.